В ведении Натали Ковальчук 12 многоквартирных домов. Председатель рассказывает, жилищными вопросами занимается больше 4 лет. За это время сделали много. Не поднимая квартирную плату, заменили коммуникации, отремонтировали подъезды. Но есть проблемы. Законы, на основании которых работает объединение, оставляют желать лучшего. Одному маленькому дому выжить очень тяжело. Дома объединяются в ассоциацию. А об ассоциации, как организации объединений, практически ничего в законе нет. Поэтому нас ассоциируют как с ассоциацией предприятий, но никак не объединений. Хотя в законе четко сказано, что ассоциация объединений идет отдельной строкой. Лидер по количеству ОСМД в области Макеевка, треть жилого фонда города, находится в управлении объединений многоквартирных домов. Реформированием отрасли жилищно-коммунального хозяйства здесь начали заниматься еще 15 лет назад. За это время преимущества ОСМД перед ЖЭКами стали очевидны. Теперь ежегодно регистрируется до 100 объединений. Люди сами решают, какой тариф устанавливать и что нужно сделать в первую очередь. Тем, кто что-то делает, и городские власти помогают больше. Это основное и главное в ОСМД есть то, что люди понимают, те взносы или те тарифы, которые установлены на этих домах, они все идут на содержание этого дома. И они у себя сами определяют, куда эти деньги пойдут. То ли на кровлю пойдут, то ли на ремонт внутренней системы водоснабжения, канализации, тепловых систем. В области почти 80% квартир приватизированы. Несмотря на это, состояние жилого фонда оставляет желать лучшего, отметил заместитель губернатора Александр Алипов. Вкладывать деньги в жилищно-коммунальную сферу инвесторы не спешат. ЖЭКи давно себя изжили. На сегодняшний день единственный выход – создавать объединения или ассоциации совладельцев многоквартирных домов. И альтернативы им пока нет. Поэтому задача стоит в этом году постараться сделать таким образом, чтобы все-таки мы создали больше ОСМД, чтобы популяризация того процесса, который сегодня должен быть с вашей помощью, шел более широким фронтом, с тем расчетом, чтобы люди могли понимать преимущества вот именно этих наших объединений совладельцев. В регионе 15% жилья в подчинении ОСМД, но в последнее время темпы их создания снизились. Виной тому изношенность домов, говорят в областной администрации. Люди боятся брать на себя ответственность за его восстановление. К тому же нужно менять государственную политику, обучать руководителей методам управления, упростить систему регистрации. Наталья Некрасова, Владимир Ребриков, Панорама.